Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Расстались с мужчиной по его инициативе? Я после расставления был особен. Нормально не писал и не пробовал его вообще. Спустя 6 месяцев он мне пишет под каким-то предлогом и во время нашего диалога он мне говорит «Если бы ты любил меня, как говорили, ты бы все сделал, чтобы быть со мной». Как понимать и принимать его слова? Очень хотел бы услышать ваше мнение. Спасибо. По большому счету это прикладывание ответственности на вас за то, что произошло в отношениях. По большому счету это вопрос о прикладывании ответственности. Объектив. Вот мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович пишет о том, что мужчина должен завоевывать женщину. Я здесь не согласен. Я думаю, что завоевания вообще не должно быть. Правда коллега пишет про ухаживание, а не завоевание. Ну, ухаживание здесь верно, но ухаживания могут быть разными. В смысле того, что ухаживанием можно считать какой-то знак внимания, который оказал человек. Это абсолютно нормально и абсолютно естественно. Но ухаживанием также можно считать и знаки внимания, которые оказываются, например, женщине или со стороны женщины, мужчине, скажем так, ради какой-то цели. Например, с целью интимной связи, например, с целью получения какой-то выгоды, например, с целью вступления в отношения, заключения брака, рождения детей и так далее. В этом смысле это уже не ухаживание и не знаки внимания. В этом смысле это уже завоевание. Так вот, действительно, ухаживания могут быть, вот. Но ухаживание, то есть, то есть, знаки внимания могут быть с двух сторон. Они и должны быть с двух сторон. Ты что-то делаешь для меня, я что-то делаю для тебя. Ты не должен делать больше того, что хочешь. А я не должен делать больше того, что хочу я. И если нас это устраивает, если вот эта вот свободная форма, свободная сфера, свободный предел, если угодно, устраивает и тебя, и меня, что в таком случае, в таком случае, на мой взгляд, все хорошо. Но это, к сожалению, очень часто картинка больше идеалистическая, нежели чем реальная, потому что в реальной жизни люди не шутки к себе, в реальной жизни люди не внимательны к себе, в реальной жизни люди могут делать что-то через силу, ради растяжения какого-то цели. При этом нужно понимать, что цель появляется уже в процессе, она не обязательно появляется в самом начале. И то, что мы видим здесь, в тексте, это по большому счету такая постановка вопроса, что ответственность за наши отношения лежит полностью на тебе. Это может быть манипуляция, когда я... Ну, вообще, формально это и есть манипуляция, формально это и есть манипуляция, но если человек это говорит из чувства обиды, из чувства фрустрации, из чувства сожаления, о том, что вот, ну вот, мы с тобой расстались, это печально, это грустно, это одно. Если человек это делает из расчета, то это манипуляция. Вот такая вот, в таком узком смысле слова, что встречается довольно редко. В основном люди манипулируют из каких-то чувств, так называемых чувств, рэкетных. Вот, обида, ненависть, злость, разочарование, отвращение, это все рэкетные чувства. Вина, это все рэкетные чувства. Вот. Ну, рэкетные чувства практически всегда ищут такое же рэкетное чувство себе в ответ. И вот в данном случае, подобные вещи, они говорятся, на мой взгляд, они говорят, говорят, говорят для того, чтобы вызвать, эээ, какое-то рэкетное чувство уже у человека, то есть у вас. Это перекладывание ответственности, по большому счету, это бегство от нее. Ведь мужчина, он сам выбрал с вами расстаться, вот, расстались вы по его инициативе. Да, определенный ваш вклад в это есть, конечно, да. Никто не говорит, что вашего вклада нет в это, но, тем не менее, ответственность лежит на нем, что он выбрал именно расстаться, а не, например, выяснить что-то, например, не поговорить и так далее. Это означает, что ему было выгодно на тот момент с вами расстаться. А сейчас ему выгоднее говорить вот так, как он говорит. Это нехорошо и неплохо, это данность. И вам нужно с этой данностью считаться. То есть выработать к этому свое отношение. Как я отношусь к тому, что человек ставит свою выгоду выше, ну, превыше всего, да, превыше своей ответственности там и так далее. Вот все. Такая вот история. Как вы на это реагируете, как и у вас на это чувство, и как вы пережили расставание, то, что вы вели себя, как вы говорите, нормально это одно дело, а вот как вы пережили это другое. Поэтому давайте разберемся с этим что-то. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. Продолжение следует...